Согласно соцопросам, около трети россиян, оказывается, не знают, почему именно 12 июня мы отмечаем День России. А некоторые и вовсе называют сегодняшний праздник Днём Независимости России. Откуда взялось такое представление? Ведь наша страна никогда не была от кого-то зависима. Это неверные убеждения, считают эксперты. История праздника начинается в 1990 году. Именно 12 июня, три десятилетия назад, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Она предусматривала приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР. То есть фактически РСФСР становилась государством в государстве, законы которого были вышесоюзных. А уже в 1998 году Борис Ельцин в своём выступлении в честь данного праздника попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. У нашей страны тысячелетняя история. Но лишь совсем недавно, 8 лет назад, мы стали отмечать День России. Но лишь спустя ещё 4 года, в 2002-м, уже с подачи президента Владимира Путина, праздник, отмечаемый 12 июня, официально получил своё нынешнее название – День России. Тогда же и вступили в силу законы о принятии новой государственной символики – герба, гимна и флага. Теперь это прежде всего праздник осмысления прошлого, повод перелистать страницы нашей истории и, конечно же, в очередной раз построить планы на будущее, на будущее в своей стране, в России. Кстати, в этом году 12 июня приходится на пятницу, а значит, что нас ждут длинные праздничные выходные. Наталья Лисова, Время новостей.